Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео хочу вам показать цветение рододендерна сорт нового зембла. Это растение, которое зимует в условиях средней полосы России без укрытия. Вот так вот он набрал бутоны и в начале июня распускается. Но цветение еще впереди и мы можем видеть вот эти шикарные шишечки, которые плотно набиты маленькими цветочками. Но когда они распускаются, получается вот такая шапка этих замечательных растений. Рядом посажен кустик, который, к сожалению, не зацвел. Он также набрал бутоны, но все их скинул и вот пошли новые росточки. Ну а вот это растение, оно просто действительно замечательное и подходит для тех, кто выращивает эти цветы в более северных регионах нашей России. Посадочный материал на данный момент есть. Он европейского качества в литровых горшочках идет по очень-очень хорошей цене. Если хотите, то можете перейти по ссылочке, которая будет внизу под данным видео, и заказать посадочный материал рододендромов. Но на данный момент из европейских питомников есть крупнолистные метельчатые гортензии, которые также доступны для заказа. Дорогие друзья, если вы хотите посадить эти растения, и у вас не кислые почвы, тогда это очень можно сделать просто. Выкопав посадочную яму, насыпав туда хвойный опад, обязательно кислого торфа добавить и немного удобрений. И ваши растения тогда достаточно хорошо приживутся в таком грунте, и уже на следующий год могут вас порадовать вот таким вот обильным цветением. Сорт действительно яркий, рубиново-красные цветы, такие в саду, это, конечно, смотрится просто замечательно. Ну, а когда эти растения не цветут, то они красивы и декоративны, потому что у них вот такие кожистые плотные листья, и на фоне других растений это действительно смотрится очень красиво. Ну, у нас рядом посажены лилейники, еще рододендроны ползучие, которые также можно приобрести на сайте нашего интернет-магазина, все это заказать. И вот, видите, здесь еще посажены лилии, ну, а вдали розы, безвременник вот сейчас, еще с листьями, которого потом листочки отпадут, а осенью будут одни цветы. Если есть вопросы, пишите их в комментариях, и увидимся с вами вновь.